По словам жильцов, около двух дней назад они увидели, что под балконами первых этажей начали заливать фундамент. Здесь уже находился пристроенный магазин. Возмущённые собственники связались с хозяином торговой точки и потребовали документы, подтверждающие законность стройки. Бизнесмен сообщил, что бумаги в порядке и дал номер своего юриста. Однако документы люди так и не увидели ни в управляющей компании ДЭС Восточного жилого района, ни в ЖЭУ разрешения жильцов на использование этой территории в письменном виде не оказалось. Из договора об использовании общего имущества в многоквартирном доме и из акта приёма передачи ясно, что управляющая компания передала во временное пользование часть торца дома. Там должны располагаться вертикальные воздуховоды системы вентиляции. Но об участке земли под балконами там ничего не сказано. Мы считаем, что это незаконно. Мы считаем, что это строительство нужно остановить и вернуть всё на место, так как жильцы нашего дома, собственники нашего дома, не принимали решения на общем собрании о расширении и даже не слышали об этой инициативе. Шум по вечерам. Мусор, продажи пива и сигарет. И так доставляли жильцам неудобства. При том, что напротив магазина находится школа. Теперь проблемы грозят увеличиться вдвое. Это фактически будет нарушать безопасность людей, которые живут на втором этаже, потому что крыша данной пристройки будет практически на уровне окна второго этажа. Я не думаю, что кому-то это понравится соседству. После приезда хозяина ситуация усугубилась. Он привёз с собой документы. Однако там были только квитанции об оплате аренды торца дома. А вот разрешения на заливку фундамента под ещё одну торговую точку не было. Плюс ко всему, рядом с магазином стоит овощной киоск того же предпринимателя. Как оказалось, тоже незаконно. Этому есть подтверждение в ЖЭУ. До утра можем говорить. До утра. Смысл не будет. Будет лучше, если у вас есть претензия, сходите. Есть органы. Пускай занимаются этим. Я здесь не приехал, чтобы разобраться. Жильцы дома номер 8 по проезду первопроходцев намерены сходить туда, куда их и отправил собственник магазина. Сургутяне готовят заявление в прокуратуру. Антонина Новикова, Юлия Сидорова, Денис Зонов. Сургут. Интерновости.